Свой юбилей 95 лет отметила ветеран Великой Отечественной войны Софья Путивская. Софья Васильевна свой день рождения встретила в добром здравии и хорошем настроении. В числе первых юбиляра поздравил глава городского округа город Бой Валерий Катышев. Он вручил виновнице торжества букет цветов, ценный подарок и передал поздравительное письмо от президента России Владимира Путина. Вновь мы с вами встречаемся, но до 9-го далеко. До жить очень сложно. Доживем, согласен, не переживайте. О том, что вы доживете, я не сомневаюсь. Я думаю, еще и в 20-м году мы отпраздноваем. Коль руководитель говорит, доживем, значит, мне за вами тянуться надо. Да нам за вами надо тянуться, потому что вам 95 лет. Это вот даже в голове не укладывалось. В жизни никогда не думала, что я доживу. Но самое главное, что вы как выглядите. Вы знаете, убавить невозможно, потому что я сама старшая в семье. Все, начиная с моих родителей и с моих младших-младших, трое, все с высшим образованием. Все кончили ленинградские институты. Одна педиатрическая. Сын, ну, мой брат младший закончил политехническую, черную металлургию выпускал. Герой России. Череповцы. Герой России. Все уже не живы. Одна я. Вот именно что и со всей семьи, и с четверки. Одна я стала жива. Интересно. Как это меня тут смогли удержать на этом уровне? В 95 лет товарищей. В жизни никогда не думала. По вашему жизненному пути, судя, вы спасали сотни тысяч жизней. Бог вам дал длинную жизнь. Наверное. Несмотря на все трудности, которые... Ну, пройти в таком возрасте, все пройдешь. Все. И хорошее, и плохое, и неудачи. Все. Но как-то получилось. И обычно вот за свой промежуток я помню всех тех, кто делал для города. Воду – это основная веха вашей автобиографии. В вашей личной. И эту воду Валентина Николаевна Болтунова, зав. санитарной службы нашей санэпидстанции, она лет 20 тому назад начала, в общем, трезвонить, чтобы сделать что-то лучшее. Но наши руководители убирали руки. Это очень сложная работа. Я думаю, как это у него хватило... Смелости. Конечно, смелости. Потому что предыдущие руководители знали об этом. Им же снизу-то подсказывали, врачи-то подсказывали. Я же это Валентина Николаевна до сих пор вспоминаю. Ну, первую-то часть сделали, а теперь вторую часть сделали. Вот в период войны мы такой воды не видели. Не видели. Нигде. Пусть брали из Канавы, там, где были раненые, ну, в общем, погибшие из Канавы, вот, в арте месяц 43-й в Канаве. Я брала воду, в палатку носила, чтобы, ну, попить или в котелках. Справимся. Придется. И те люди, которые будут пользоваться, все равно добром вспомнят это самое. Ну, дай Бог. Мне самое основное то, что вы появились. Спасибо вам. Спасибо вам, Суфа. При вашей работе, я думаю, выбрать этих 10-15 минут или 20 минут, это очень сложно. Все расписано. А наша гвардия теперь, мы только уже надеемся на вас, на более молодых, что вы создадите какие-то более-менее условия, чтобы можно было жить и не существовать. Также к поздравлениям присоединились заместитель главы администрации Татьяна Попова и начальник межрайонного территориального отдела социальной защиты населения, опеки и попечительства Гузель Закомского. Я отношусь к вам с огромным уважением. А если бы вы знали? Я знаю, что вы прошли очень сложный и очень-очень достойный путь. Вы выполняли важную и нужную работу и в годы войны, когда нужно было оказывать помощь раненым, и после войны, когда нужно было восстанавливать страну. И сейчас вы выполняете важную работу, которую за вас некому выполнить. Вы занимаетесь воспитанием подрастающего поколения. Я думаю, что у вас еще много дел, поэтому Бог дает вам многие годы жизни в светлом разуме, в двигательной активности. Поэтому здорово, что вы не сидите дома, что вы поедете в хоре ветеран, что вы посещаете все наши патриотические мероприятия. Мы надеемся, что наша совместная работа будет продолжаться в ближайшие пять лет обязательно. Я очень хорошо помню, как мы поздравляли вас пять лет назад с 90-летием. Какая вы были красивая, нарядная. Сейчас вы не чуточку не изменились. Конечно. Поэтому через пять лет мы надеемся видеть вас вот в таком же добром здравии, чтобы прийти и поздравить вас со столетним юбилеем. Возраст – это состояние души. Ваша душа молодая. Живите долго, не расслабляйтесь, будьте в тонусе и знайте, что вы нам очень-очень нужны. С юбилеем вас! Спасибо. В этот день Софья Васильевна принимала поздравления от учащихся школ города и Центра молодежи. Гости пожелали ветерану крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа. Каждый, кто знает в нашем городе Софью Путивскую, отмечает ее активную жизненную позицию и ее вклад в развитие подрастающего поколения. Трудовой стаж нашего юбиляра составляет не много, не мало, а 50 лет. Война началась. Я уже работала, закончила свое образование, подготовилась дальше учиться. Была принята в Ивановский медицинский институт на РАПФАК. Тогда нас, средних медицинских работников, принимали с определенной подготовкой. Надо было пройти РАПФАК. До сдачи экзаменов мы на полтора месяца должны были еще пройти подготовку, сдать тут экзамен, и тогда мы должны быть зачислены. Были вещи сложены, все уже на окне лежало. Мы отработали те два года, которые положены после учебного заведения. Акушерка еще Черемхина Валентина Алексеевна, она на Финской участвовала у нас с родильного отделения. И мы обе, нам было уже получено разрешение, чтобы ехать дальше. А 22 июня началась война. И нас обеих, конечно, поездка наша задержалась. Работая по своей медицинской работе, была в райкоме Союза и партийную работу. В общем, всю жизнь, все время что-то, что-то приходилось работать. 50 лет моего трудового стажа. На фронт я, пожалуй, 17,5 лет, 18 еще не было. Но в палатах я не работала. Я закончила курсы помощников врачей по травматологии в Ярославле. Сразу, как началась война, нас пять человек послали сопровождать команды своим ходом, чтобы отвезти этих людей на место сбора, и коней. И шли своим ходом через Сусанино, через Кострому, Ярославль, Ростов. Это мы шли своим ходом. И в каждой команде, вот это начало войны, я была в пятой команде. Самая такая молодая. Буй сделала очень много. А у железной дороги даже сказать словами невозможно. Потому что, во-первых, они принимали. Все принимали, все выполняли. А немцы, немецкие войска, немецкие самолеты, очень-очень часто налетали на наш Буй. Потому что он связывал Москву, Ленинград и Дальний Восток. Люди были очень-очень добропорядочные. Представьте, не получая ничего со своего участка, со своего огорода, они все равно были согласны дать для того, чтобы как можно быстрее была победа. Помогали друг другу по возможности. И вдобавок, есть ли у кого-то несчастье, кто-то получил похоронку, тут же старались помочь. Это обязательно было. Потому что боялись почтальона, когда почтальон шел к дому, принося вот эту печальную новость. В СВ-95 Софья Васильевна не сидит дома. Она участвует во всех мероприятиях города по патриотическому воспитанию молодежи. С удовольствием посещает школы, техникумы и общается с учащимися. Она точно знает, движение продлевает жизнь. Поэтому до сих пор является участницей хора ветеранов. Можно ли сказать о том, что вы счастливый человек? Вы знаете, что малейшая радость была, когда что-то получалось. Когда что-то было. Вы знаете, в то время ведь было что? Наесться хотя бы досыто хлеба и напиться сладкого чая. Вот это мечта была. Представьте сейчас, разве это желание людей? Это не желание уже. А в то время так было. Куда черпаете энергию? Вы все время находитесь в движении. Вы знаете, что дело в том, что я считаю, это в моем понятии так, что сидеть среди четырех стен – это не выход из положения. Или только лежать. Я считаю, что труд и движение – это жизнь. Поэтому я думаю, что вот это как раз. А сейчас вот, например, в хоре у нас много молодых. Ну, для меня молодых. В общем, они уже на пенсии, но еще довольно-таки молодые. И я вижу, они говорят, мы от вас черпаем. А говорю, а я за вами тянусь, потому что я вижу, как вы, как вы. Так что силы, они друг за другом шагают и друг другу помогают, поднимают. Жизнь заставляют. То есть вот именно вот это общение, да? Общение, общение, движение. Как я пришла в огород, мне надо делать. Соседка наискосок идет. Она идет из города. Не открыла свой, идет вперед ко мне. Говорит, ты пришла? Я говорю, пришла. Ну, я сейчас побуду с тобой, тогда пойду к себе делать. Другие идут, поработали из городка наши. Пришла? Я говорю, пришла. Замок снят, значит, тут. Зайдут. Мы пообщаемся, посоветуемся. Вокруг деревья, воздух свежий. Ну, что смогу, сделаю. Не смогу, значит, когда опять настроение будет. Сама обстановка заставляет шевелиться и жить. А что бы вы пожелали вот нынешнему подрастающему поколению? Вы знаете, в моем понятии то же самое. Я думаю, для того, чтобы сегодня жить, нужно знать обязательно свою историю. Прошлое надо знать. То есть, чтобы жить, оценить свое состояние, свое положение, надо обязательно знать историю. Иначе будешь чего-то искать лишнего. А когда знаешь, что это пошло от ничего, то, конечно, по-другому уже подход. Подход будет другой. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...